не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем загубленные чувства организм живого существа должен получать питание как и все что выделяет или вырабатывает силы и энергию костер не может гореть просто так сам по себе его нужно постоянно подпитывать горючим материалом машину тоже нельзя привести в действие если к ней не подведено питание электромотору нужен ток а под паровой машиной или паровым котлом нужно постоянно поддерживать огонь и так далее наш собственный организм тоже очень сложная машина и тончайший инструмент с помощью которого мы познаем жизнь наше существование это ежедневное взаимодействие с внешней средой окружением природой и вселенной которые мы осуществляем бок о бок с нашими ближними людьми животными и растениями наши совместные бытие бок о бок с другими существами как и наше представление в окружающем всецело зависит от состояния нашего организма от того как хорошо или плохо действует этот организм который есть инструмент познания бытия деятельностью нашего организма управляет вечный принцип известный в повседневной жизни как голод и утоление именно этот принцип голода и утоления регулирует количество потребляемой нами пищи необходимой для того чтобы организм был здоровым крепким и у совершенствия выполнял свое предназначение наш организм и снабжен целой системой тончайших органов дающих нам полноценную гамму чувств зрение слух обоняние осязание вкус цель которых снабжать нас информация жизни о состоянии организма и понуждать нас выбирать именно ту пищу которые нам необходимо эволюции человеческого организма совершалось на протяжении неизмеримо длительного периода времени с минеральной стадии развития энергии управляющие процессом кристаллизации в царстве минералов подчиняются строго определенным законом по этим законом например во время сильных морозов рисуется узора на стеклах эти же законы управляет процессом кристаллизации различных химических веществ которые тоже образуют разнообразные цветочные узоры это начальное проявление жизни чье развитие продолжается затем в растительном царстве здесь в растительном царстве мы имеем возможность прямо наблюдать за формированием различных органов например желудочная система в ее начальном варианте присутствует у платоядных растений основные принципы зрения или структуры глаза прослеживаются в светочувствительных клетках листьев растений в растительном царстве можно найти все принципиальные схемы того высокоразвитого организма которым мы с вами владеем растение путем длительного развития воплощается в животное однако и животный организм тоже далек от совершенства животным организмом управляет инстинкт то есть сила действующие чисто автоматически животное не размышляет о том чтобы ему сегодня поесть или выпить она стремится раздобыть именно то что следует принцип голода и утоления через инстинкт диктует ему в точности то что нужно вероятно многие видели как собаки и кошки иногда едят траву именно потому что они действительно нуждаются в данных растительных веществах но у животных наблюдается не так уж много отклонений в еде они добывают именно ту пищу которой им требуется поэтому со здоровьем у них дело в стоит гораздо лучше чем у людей а сферы болезней соответственно гораздо уже если грудном ребенке нужно неустанно заботиться присматривать за ним и опекать ибо сама еще ничего не может то у зверей роль няньки выполняет закон природного инстинкта однако смысл жизни не в том чтобы существо вечно пребывала на той ступени развития где его жизнь протекает чисто автоматически смысл жизни в том чтобы она в конечном итоге стала существом свободным и закон эволюции позаботился о том чтобы животное стало именно таким существом это животное мы обозначаем сегодня понятием человек человек достиг именно того состояния где он практически полностью освободился от инстинкта и может теперь делать что захочет он может экспериментировать с различными вещами которому животного нет ни малейшего интереса нежелание в них копаться у человека же интересов и запросов невероятно много он старается все их удовлетворить сферы сознания человека по сравнению животным необычайно широко способности разума очень высоки и в силу этого он способен мыслить и анализировать подкрепляем материалистической наукой свои чисто человеческие способности он смог создать все те удивительные вещи значение которых трудно переоценить мы можем жить в прекрасных домах где достаточно повернуть кран или выключатель чтобы получить воду свет тепло и тому подобное мы можем летать над облаками и путешествовать по морям и океанам мы владеем несметными силами природы и заставляем их работать на себя именно все это и делает человека человеком человек получил полную свободу воли и может теперь распоряжаться своим организмом как ему хочется однако именно в этой сфере бытия в полную силу проявляется его несовершенство невежество и отсутствие всякой сознательности когда есть заходят о машине тот человек понимает что ее нужно ремонтировать ухаживать за ней смазывать заливать бензин и масло не будет никакого проку если вместо бензина в машину залить воду все тормоза и фары должны быть в полном порядке иначе это грозит смертельной опасностью как самому владельцу так и окружающим повторяю когда есть заходят о машине здесь человек чувствует себя в своей стихии разумный человек всегда содержит свою машину в порядке любая машина любой прибор или аппарат требует ремонта забота и ухода однако люди как правило совершенно не думают о самом тонком инструменте из всех о своем собственном организме и последствия такой бездомности на лицо огромное число коллег инвалидов больных и людей с различными физическими недостатками все это факт общеизвестной ибо ни для кого не секрет что многочисленные болезни приводят организм и все чувства человека в жалкое и плачевное состояние за каждым физическим организмом стоит невидимое нечто которое использует этот организм в качестве своего рабочего инструмента ошибка считать будто с гибелью организма приходит конец самой жизни мир видимой есть лишь кристаллизации невидимого подлинного мира но большинство людей виде труп человека склонны считать что со смертью исчезает и превращается в ничто сама его сущность если мы тщательно исследуем наш физический организм инструмент нашей подлинной самости то во всем организме мы не отыщем и крошечной дольки с острией клы которые бы не являлась в том или ином виде физическим инструментом но инструмент не может появиться сам по себе дом никогда бы сам не построился если бы не было тех кто его построил люди никогда не знали бы топора если бы он оказался им не нужен и они бы его не создали каким же образом наш организм состоящий из органов и тончайших рабочих частей мог бы появиться и существовать если бы не было того самого нечто который создал этот организм и использует его в качестве своего инструмента если имеются орудия и инструменты органы то должно быть и нечто которое придает смысл их существования зачем нужны были бы глаза если бы их никто не использовал ведь не сами глаза видят видят это самое нечто с помощью класс также и уши они не сами слышат но с их помощью услышат это самое нечто именно это нечто с помощью чувств воспринимает жизнь как реакции за не это нечто резко отличается от всего существующего ибо не укладывается в пространстве на временные координаты все что люди познают своими чувствами все что они могут разглядеть микроскопы и телескопы микро и макро мирах совершенно отличается от того что стоит за организмом ибо все это укладывается в рамки пространства времени поэтому человек считает что все имеет конец и начало хотя те реалии которые выходят со рамки времени и пространства ни начала ни конца не имеют вовсе в этом и заключается божественной жизни что все великие принципы лежащие в основе жизнедеятельности нашего организма не подлежат действию пространственно-временных законов человек должен научиться мыслить внепространственными и вневременными категориями иначе ему никогда не разгадать загадку жизни материальная наука и по сегодняшний день не в состоянии объяснить того что она не может не взвесить не измерить все что можно взвесить и измерить есть лишь движение вещество это движение в концентрированном виде все что предстает перед вами видит твердой жидкой газообразной и лучевой материи есть различные виды движений все эти движения можно измерить и получить самые различные результаты которые явятся лишь итогом или выражением анализа движений то есть материя вещества но не самой живой сущности и от в наделенной чувствами живую сущность которую человек воспринимает как некую стабильную точку или как свою я нельзя не взвесить не измерить это я присутствует в каждом живом существе виде некоего контролирующего центра наделенного способностями чувства мысли и познания она управляет организмом она решает сидеть ли ему или стоять что говорите что делать это я не является с густом материи или концентрированном движении ибо не материя не движения не в состоянии что-либо познавать или чувствовать истинная сущность живого существа всегда пребывает вне его организма поэтому это нечто и это я недоступна какому бы то ни было материальному анализу единственное возможно здесь анализ это признание самого факта и это то что есть к этому я привязана вечная также вне пространства и времени над или сверхсознание сверхсознание управляет подсознание которое в свою очередь состоит из дневного и ночного сознания необходимо чтобы человек научился понимать что это тот самый фундамент живого существа вернее заживым существом вокруг которого все и вращается сверхсознание помещается созидательный или творческий элемент хранящий все таланты способности и задатки которые распускаются и проявляют себя в этом материальном мире они заложены в созидательный элемент в виде крошечных органов которые я называю зернами таланта это тот же самый принцип который заложено всеми растения когда малюсенькое зернышко вырастая превращается в высокое могучие дерево зерно таланта это органа который формируется при занятиях упражнениях и тренировках путем повторов и выработки привычки человек может развить себе скажем музыкальный талант и другие творческие способности неустанно занимаясь и упражняясь в этом деле то что человек часто делает повторяет в чем он упражняется постепенно становится его даром или способностью эта способность развивает зерно таланта это зерно таланта превращается в самостоятельный орган который снимает основной нагрузку с мозга так что человеку не требуется акцентировать все свое внимание на деталях как это происходит когда он приступает к чему-то новому жонглер начинает упражнения с одним двумя мечами затем переходит к упражнениям с тремя четырьмя пятью шестью семью по семью и так далее и в конце концов делает это так легко и свободно что жонглира и он в то же самое время смотрит вокруг улыбается публики даже думает о чем-то посторонним он жонглирует мечами чисто автоматически потому что у него имеется орган который освобождает его мозг от полной концентрации и сосредоточенности на этом занятии то же самое в полной мере относится и к нашему дыханию который происходит у нас автоматически которая развивалась до этого состояния автоматизма на протяжении длительного времени да и не только дыхание точно такой же путь длительного развития претерпели и все наши чувства наши зрения слух и так далее на нынешнем этапе развития человечества естественная эволюция зерен таланта еще не завершилась именно этим обусловлено то обстоятельство что люди наделенные свободой воли сочетании с собственным невежеством развивают и пестует в себе сегодня крайне неблагоприятные и опасные таланты одним из таких талантов является то что они потребляют всяческие средства которые разрушительно сказываются на их зернах таланта когда физический организм отмирает зерна таланта заключенная в созидательный элемент переживает физическую смерть после чего они вновь оказываются состоянии формировать новый организм когда материальном плане возникают условия и предпосылки для размножения и оплодотворения через связь полу при зачатии родители притягивают развоплощенную сущность после чего в материнском чреве начинается рост и развитие зародыш при формировании зародыша сказываются как родительские задатки так и задатки самого на рождающегося индивида приобретенным в предшествующей жизни таким образом сам организм оказывается лишь плодом творчества зерен таланта накопленных человеком в предыдущих существованиях если зерна таланта разрушены или в них имеются дефекты ты соответствующие органы находящиеся в процессе формирования тоже могут оказаться с дефектами таким образом если люди рождаются с дефектами в таланта это становится причиной собственного регресса это генерации их организма жизнь за жизнью они регрессируют становясь каждым разом все слабее и слабее пока наконец все не завершает кульминация полное искажение всех чувств и это болезненное состояние которое к сожалению широко распространено среди людей мы называем слабоумием это болезнь в ее кульминации это полный набор дефектов и искажений накопленных человеком разрушавшим свой организм на протяжении нескольких жизней тем кому в подробностях знаком этот процесс и кто может подмечать в человеке как внешние так и внутренние признаки подобных метаморфоз нетрудно обнаружить в повседневной действительности много таких людей которые находятся на регрессивном пути если они будут продолжать в том же духе то в течение следующих одной-двух жизней они станут совершенно слабоумными некоторые же наоборот уже выходят из этого состояния они были слабоумными а теперь вновь идут вверх возвращаясь к нормальному состоянию я вырисовал данный процесс лишь в самых общих чертах но действительно серьезного мыслящего человека желающего иметь здоровый сильный организм и теперь его будущем это неизбежно заставит призадуматься по какому пути я иду сегодня до какого состояния я опускаюсь жули я так что могу быть уверена что в следующей жизни сохраню полностью все мои чувства имеются ли дефекты в моих чувствах или я только в стадии их разрушения и так далее до сих пор люди не могли справиться с этой болезненной проблемой ибо для этого им нужна духовная наука разумеется они не могли бы накопить такого обширного знания материальном мире и стать его подлинными гениями не будь у них физической науки точно также они не обретут истинного знания или понимание своих поступков свои роли в жизни и умение правильно мыслить повседневной действительности если у них не будет духовной науки у людей уже так много опыта что некоторые анализы представляемые духовной наукой кажутся ему своим собственным лично накопленным знанием поэтому не требуется какого-то особого космического сознания чтобы понять эти анализы особенно если они передаются простым доступным языком как это делаю я я делаю это его хочу чтобы эти анализы не казались вам чужеродной истиной вашей собственной добытой путем наблюдения над собой и окружающим и я абсолютно не хочу чтобы вам не верили на слово иначе ваше отношение к моим анализом будет всецело зависеть от вашей симпатии или антипатии ко мне а этого быть не должно у людей интеллект уже настолько высок что они сами могут дойти до смысла жизни и научиться понимать что хорошо что плохо в наши дни в чувствах большинства людей имеется один дефект или недостаток который столь широко распространен что не только тормозит их духовное развитие но является камнем преткновения в развитии всей мировой структуры этот дефект повторяю настолько общий распространен что когда кто-нибудь слышит о нем впервые он просто не верит что это говорится всерьез но если бы все ходили и хромали это тоже не воспринималась бы как болезнь или если бы у всех один глаз был ненормальной то это как раз и считалось бы самым нормальным то что человек воспринимает как что-то вполне нормальное и само собой разумеющиеся определяется как правило большинством это же относится и к данной привычки или дефекту чувства который не только повсеместно распространен но и почитается за хороший тон или за выражение чего-то современного а именно потребление или принятие в организм противоестественных и купительных для него веществ табака наркотиков спиртного и прочее когда наши чувства нормальное естественно не искажены они возбуждают естественный голод то есть потребность веществах и витаминах которые мы как правило получаем вместе с пищей и они же вызывают чувство сытости который останавливает процесс насыщения когда мы съедаем достаточное количество пищи этот механизм регуляция естественных голод и насыщения большинства людей скажу многие пьют и едят слишком много другие же наоборот и едят очень мало потому что нынче модно быть стройным то что делает большинство становится неким неписанным законом для многих людей законом весьма опасным ибо подчас это приводит крайне плачевным результатом поскольку мнение большинства питается невежество они высшими опытом и мудростью в очень многих случаях большинство именно свои ошибки принимает за норму люди не ограничиваются потреблением той пищи которая изначально предназначена удалять чувство естественного голода растительная пища например естественная пища человека если бы люди на протяжении многих поколений питались исключительно продуктами растительного происхождения мы бы знать не знали то великое множество болезней недугов от которых страдаем сегодня люди же превратили зерно таланта в источник неестественного голода который естественным образом не удалить если нормальный голод удалить довольно легко то голод искусственный не удалить ничем как возникает искусственный голод из подвале незаметно во многих случаях он возникает благодаря тому что у людей стало повсеместной традицией отмечать праздники обильными излияниями переполняя свой организм вредными ядовитыми веществами каждое событие отмечается спиртным крестины первые причастия помолвка свадьба и так далее становится поводом к тому что выпивается такое количество спиртного что участники подобных торжеств становится под конец если не полными то полудурками похороны и те люди превратили в грандиозные попойки и подобное явление везде и всюду чуть и не вошли в мода к чему пичкать в себя весь этот яд увы положение дел на сегодняшний день таково что человека считают чудаком и не от меры сего если он отказывается выпить за черепа здоровья ведь поглощать алкогольные напитки по случаю без случая стало весьма заврядным делом занятие вроде бы невинная но ведь все знают что спиртное искажает и затемняет сознание она разрушает ясность и чистоту мышления и уже одной этой причины достаточно чтобы не пить начать с того что все чувства очень бурно реагирует на алкоголь от первой рюмки появляется жжение в горле его чувство прямо указывает что такой напиток явно не безвреден для здоровья пока чувства не нарушены не искажены они подсказывают человеку что для него хорошо что плохо пить пиво вино и спиртные напитки стало настолько заурядным и обыденным делом что многие считают что их перестанут уважать или принимать за своих если они откажутся пить и потому они должны привыкнуть к этому они подавляют естественной реакции своих чувств а затем мало-помалу полностью заглушает ее и в результате возникает жажда или постоянная потребность спиртных напитках эту жажду вызывает новое зерно таланта рост и формирование которого человек стимулирует постоянным потреблением алкоголя иногда выпивается огромное количество спиртного находятся люди которые могут выпить целый ящик пива если посмотреть что делают люди в день получки можно увидеть как многие слоняются от одного магазина к другому качались от выпитого и даже не сменив свои рабочие одежды и возвращаются домой далеко за полночь подумайте каково же не детям встречать такого воняющего водкой не отвечающего за свои действия мужа но такое случается и довольно часто и говорить о какой-либо культуре в таких случаях совершенно не приходится в результате перед нами предстает жалкий индивид че чувства полностью нарушены да и сами вкусовые свойства тоже видоизменились а ведь именно они должны были сказать подобному индивиду остановись это очень опасно если человек пьет и пьет не зная меры это заканчивается тем что он падает с ног и валяется под столом без сознания но даже в этом случае его жажда не утолена как только он просыпается вытянет к спиртному с прежней силой и все начинается сначала это кончается тем что человек становится пьяницей теряет контроль над самим собой ежедневно пытается утолить неутолимую жажду те чувства которые руководят человеком выборе естественных еды и питья теперь видоизменились и говорят человеку нечто совершенно противоположное они говорят ему выпей пиво выпей водки тебе станет хорошо и радостно ты забудешь все свои заботы и печаль нет ничего глупее чем привыкать к помощи алкоголя еще в нем забвение от заботы печали но убивая при этом свои нормальные чувства каждый день это ступенька лестница жизни по которой поднимается человек и каждая такая ступень становится опасной если только он не прислушивается голосу своих чувств но люди этого не знают они следуют на поводу своей неестественной жажды и продолжают безостановочно пить но этой жажде нет утоления те зерна таланта которые человек взращивает в себе потребляя алкоголь и спиртное толкает человека в неверном направлении и вон больше всего жаждет именно того что ускоряет его смерть люди у которых ярко проявлены именно такие кого-то жажда являются в действительности никем аным как истинными самоубийцами если пьянство не прекратить это может обернуться для пьющего самыми опасными и страшными последствиями ибо в этом случае он теряет нормальную способность восприятие многих сторон жизни способность нормально жить и работать разве мало таких людей которые за пьянство теряют работу разве мало таких которые в пьяном состоянии творят беззаконие подвергают жизнь других опасности разве мало таких водителей которые бездомно ведут себя за рулем поскольку напившись считает что никто в мире не сравнится с ними мастерстве вождения машин пьянство приводит к тому что сознание человека как бы снимаются тормозные заслонки заставляющие его нормально мыслить и действовать благодаря чему его поведение становится неуправляемым а там где сознание человека неуправляемо нем проявляются те или иные неестественные потребности или отклонения от нормы что такое садизм это потребность в неестественном половом удовлетворении что такое пиромания на почве чего происходят все эти страдания разве это можно назвать нормальным половым удовлетворением многие болезни являются именно средствами нарушения или искажения естественных чувств человека поскольку человек развивает в себе такие зерна таланта которые вызывают у него лишь неестественные потребности это касается не только питания но и многих других сторон жизни и губительно сказывается на самой жизни кому-то может показаться что я слишком строгий судья или критик но критиковать людей не входят мое намерение пусть себе по-прежнему курит и пьют я ничего не имею против это личное дело каждого мою задачу входит лишь рассказать тем кто действительно хочет это знать каким образом все это сказывается не только на людях но и на формирование мировой культуры все хотят чтобы был мир во всем мире чтобы люди были вежливы и милосердны друг другу но этого никогда не не будет если они и дальше изо дня в день будут потреблять вещества искажающие их сознание и приводящие к тому что они теряют всякий разумный контроль над своим поведением и своей способностью здраво мыслить таким образом они никогда не построит культуру и никогда не разовьет свои таланты на пользу себе и общество источник любой болезни это неправильное мышление или так сказать болезнь мысли и когда последствия такого мышления начинают сказываться материальном плане это проявляется виде всем нам хорошо известных болезненных состояний если человек стремится преодолеть себя начинать он должен именно со своего мысленного мира еще до того как в нем сформируются искаженные или деформированная зерна таланта приводящие к извращениям материальном плане если же зерно таланта уже сформировано то поставить под контроль разума развившуюся на этой почве неестественную потребность очень и очень трудно разве легко пьяница вернуться назад к нормальному состоянию что мы отучить его от алкоголя применяются различные современные средства и методы лечения плода гипноза однако верить что гипноза можно освободить человек от его времени наивно и глупо не следует уповать на то что искаженное зерно таланта прочно укоренившиеся сознание благодаря тому что человек на протяжении длительного времени взращивал себе дурную привычку можно искоренить в одночасье с помощью гипноза разумеется можно погрузить человека в искусственный сон на многие месяцы и даже год и возможно что на какое-то время он действительно перестанет пить курить неправильно питаться или предаваться иным порогам но поскольку причина данного порога не устранена придет день когда гипноз перестанет действовать и у человека вновь появится неестественные голод и жажда то есть отклонение образе жизни из этого видно что в повседневности ступает человек легко где ангелы ступить не смеют вкусовые свойства человека нарушены также и во многих других отношениях например это касается пристрастия к мясной пище когда у человека проявляется потребность к мясному мясо в некотором роде все же может рассматриваться как средство питания поскольку в противоположность алкоголю который не имеет ничего общего с питанием или пищей дает известное утоление голода привычка есть животную пищу настолько распространена что тех кто этого не делает до сих пор рассматривают как чудаков или ненормально но духовная наука а со временем к ней присоединится наука физическая указывает что потребление животной пищи пагубно сказывается на человеческом организме и становится источником его разрушения ибо он не приспособлен для такой пищи человек наделенный высоким разумом уже давно перерос ту стадию развития где питаться трупными веществами дело обычно теперь эти вещества непосредственно вредны для людей однако их свойства реакции на эти вещества сильно нарушена если бы человеку подали на стол человеческое мясо это вызвало бы в нем отвращение здесь его чувства среагировали бы должным образом поскольку они не нарушены и действует на все сто процентов в противном случае он был бы каннибалом если вы человеку подали жаркой из печени и сердца сказав что печень взята у мертвого мужчины а сердце у женщины умершие от рака я не сомневаюсь что чувство человека отреагировали бы именно так как они должны отреагировать однако когда на стол подает кусок мяса из трупа животного у большинства людей это не вызывает ни отвращения не даже негативной реакции это говорится не для критики тех людей которые едят мясо это говорится для тех кто хочет просветиться и знать каким образом все в жизни взаимосвязано на данном этапе развития жить по тем же принципам и законам по которым живут львы или тигры совершенно недостойно человека для тигра или льва питаться животной пищей дело совершенно естественно ибо убивать для них чтобы выжить это жизненная необходимость на них 5 заповедь не распространяется но с человеком дело обстоит иначе чтобы жить убивать кого-либо человеку совершенно не требуется разумеется потребление растительной пищи тоже в некотором роде связано с убийством с убийством растений все это верно но дело в том что растение не чувствует физической боли она ощущает на уровне мысли и сознания лишь чувство удобства и неудобства но не саму физическую боль в чистом виде поэтому если человек выберет меньшее зло или принцип меньшего убийства это будет более достойно его звание и будет более соответствовать принципам гуманности вибрации растительной пищи также более соответствует стадии развития человеческого организма вибрации животной пищи амплитуда слишком высокая или слишком мощная для того чтобы употреблять эту пищу в качестве питания для организма организм должен истребить массу животного вещества прежде чем доберется до того которые пригодны в качестве питания для усвоения растительной пищи этот процесс задействован в гораздо меньшей степени в особенности это касается спелой фруктовой мякоти процесс пищеварения здесь сводится почти до минимума а условия жизни для микроорганизмов мякоти фруктов служить питанием для организма в этом случае не происходит никакого убийства и человек живет достойно званию человек поэтому человек развитые или совершенной будет в будущем питаться исключительно одними только фруктами человек по образу божьему это существо которое не будет убивать резать свежевать или разделывать организма живых существ лишая их многих лет жизни сегодня человек разводит множество животных которые всю жизнь вынуждены сидеть в клетках и в юном возрасте когда все живое наслаждается дарами жизни их забивают и сдирают с них шкуру потому что дамы желают ходить в мехах я не критикую этих там они лучшего просто не знают они совершенно не задумывается на тему что это может иметь какие-то последствия а последствия эти сказываются в том что эти люди в аспекте собственной судьбы усугубляя свою карму и берут себе часть злополучной судьбы выпавший на долю животных те же самые тюремные клетки и те же самые методы сдирания шкуры со своего ближнего люди тянут за собой в повседневную жизнь ибо что сеем то и пожинаем большинство людей находится во власти тысячелетних привычек и отживших свой век древних традиций поэтому они считают что невозможно создать мир и культуру без всех этих разрушительных смертоносных атомных бомб способных в считанные секунды стереться из-за земли миллионные города здесь действует тоже ложно развитые свойства мышления и те же совершенно деформированные чувства единственное что может восстановить мир это отмена смертоносного оружия в первую очередь нужно искоренить из человеческого сознания убийственные мысли ложные самовнушения и чудовищно нелепые представления все совладеющие но их невозможно искоренить если человек будет и дальше совершенствоваться и развиваться в том же духе производя все большее количество гениальных орудий смерти тем самым человек взращивает в себе зерна таланта превращающие его в такого убийцу который далеко превосходит царя зверей царь зверей вынужден убивать люди же далеко превзошли зверей даже в животном отношении и это явно не делает им честь человек научился определять вес солнца и планет измерять скорость света и обуздывать миллиона лошадиных сил природы однако в одном отношении он по-прежнему настолько дико невежествен что о нем с полным правом можно сказать что он живет и ест вместе со свиньями он охотится убивает режет он строит бойни и мясные комбинаты каковая деятельность в своем единстве является выражением достигшего чудовищных масштабов животного принципа как можно надеяться что подобные люди создадут культуру однако в них присутствует неодолимая тяга к другим условиям существования они начинают понемногу понимать что что-то не так что что-то неправильно и со временем должны прийти к выводу что никакая политика не в состоянии решить этих проблем политика в наши дни в известной мере заступила место религии теперь силы прежде дававшиеся религии направляются в политическое русло политикой стремятся исправить пороки изъяна общества и до известной степени она действительно помогает загладить острые углы унять некоторые противоречия и создать гладкую видимость благополучия но под этой гладкой поверхностью по-прежнему бурлят неусмиренные вулканические силы будут бурлить до тех пор пока сами люди не поймут насколько это опасно неверно мыслить то есть мыслить ложными категориями люди непрерывно мысли ты думают но совершенно не контролирует свои мысли а это опасно ибо именно бесконтрольное мышление порождает в конце концов все разрушения в мире представьте каково это путешествовать на судне где капитана вдребезги пьяна и не следит за курсом или лететь на самолете с пилотом чей мозг затуманен спиртным или наркотиками но жизни еще более опасные путешествия мы скитаемся по жизни и забелающие множеством пропастей куда мы рискуем свалиться разумеется они скрыты от нашего взора ибо мы сами должны пробовать учиться и приобретать опыт поэтому греха как такового не существует существует лишь людское невежество поэтому в жизни нет ничего грешного я никого ни в чем не упрекаю люди не могут быть другими чем какова не есть однако у большинства людей присутствует наивная вера что он или она должна быть другими они такими какие они есть и как ужасно что он такой она такая однако ничего ужасного в этом нет это совершенно естественно каким образом человек если он сегодня вор может быть кем-то другим кроме вора каким образом убийца может быть кем-то другим кроме убийцы если бы он мог быть кем-то другим можете не сомневаться он бы им стал каким образом можно создать культуру имея столь ложное представление жизни юноши которых в школе учат что убивать нельзя должны еще до того как становиться действительно взрослыми отдавать воинскую повинность только потому что сознание людей полностью затемнено тем ложным представлением мышлением или уродливым восприятием что можно облегчить свое положение стреляя и убивая других ситуация была и остается именно таковой потому что люди не видят иного выхода но такой выход есть его указывает новая наука наука духовная разумеется нельзя требовать чтобы люди в одночасье перестали запирать двери отказались от военной системы и так далее ибо в этом случае более сильной не применил бы тотчас же вторгнуться в чужие пределы и покорить более слабого пока данная тенденция доминирует в мире мир должен оставаться таким каков он на сегодня есть с его военными системами атомными бомбами и прочим и прочим нынешнее состояние в мире это результат тысячелетних традиций но люди должны работать на тему чтобы изменить эти традиции ибо мир испытает невероятный прогресс случае если на место старых варварских традиций заступит новые традиции мира и дружбы нельзя сразу и вдруг изменить ложные представления множество различных людей и переделать их на истинной на это нужно время будут созданы школы университеты и прочие учебные заведения по изучению духовной науки где учащиеся будут изучать психику сферы сознания мышления и духовной материи чтобы научиться видеть как они реагируют и соотносятся между собой и через это развивать в себе понимание того как следует мыслить а как не следует в этих школах человек приобретет способность регулировать свою жизнь и контролировать свои мысли ибо научиться видеть насколько ложное неверно он судит и думает о других людях насколько губителен сам образ его мысли он губителен не только для тех кто служит объектом его мыслей но прежде всего и для его собственного организма наша мысль это слагаемые различных видов мысленной энергии некоторые из этих энергий воздействует непосредственно на желудочную систему другие на легкие сердце и систему кровообращения третий на мозг и нервную систему 4 на половые органы 5 на скелет 6 на кожу мускулатуру и так далее все категории мыслей обладают реактивным свойствам в организме и в зависимости от того какое состояние характеризует возбужденные или подавленные они рассеиваются по определенным участкам организма где оказываются чужеродными элементами и в силу этого становится причиной многих различных заболеваний злая недобрая мысли или постоянная ненависть к тому или иному человеку может в конце концов развиться злокачественную раковую опухоль вот и немного на что я хотел бы здесь указать хотя сделать это убедительно в рамках одной статьи или одного доклада просто невозможно своих лекциях я хочу лишь обратить ваше внимание на то что такие вещи существуют я рассматриваю их как своего рода выставку когда люди приходят на выставку они видят различные машины сооружение агрегаты им демонстрируют разнообразные возможности их применения словом прогресс достигнуты людьми в той или иной сфере жизни подобным же образом я тоже показываю что там-то и там-то можно видеть то-то и то-то возможно человек при этом действительно поймет и увидит то по поводу чего у него раньше не возникало ни единой мысли я могу показать где и как этому можно научиться или где и как это можно наблюдать однако если кто-то захочет глубже вникнуть в данный предмет то здесь потребуется более глубокое и всестороннее его изучение ведь нельзя же изучить сложнейшие теоретические построения в атомной физике прослушив всего одну лекцию или один доклад для этого нужно много и долго учиться область духовной науки обширна и требует длительного всестороннего изучения но даже это дает тот большой плюс что как только вы начнете заниматься этой наукой и сможете анализировать происходящее в жизни вещи и явления вы соприкоснетесь с добрыми мысленными материями преобразующимися в организме лучевую жизненную энергию изучая эту науку вы придете к ощущению радости и благополучия и для этого вам совсем не нужно ждать других вы обретете мир и свободу в своей душе вы подниметесь над кармой и болезнями вы выработаете иммунитет против всех невзгод печали и забот ежедневно обременяющих всех остальных людей всего этого можно добиться научившись правильно мыслить но что это значит правильно мыслить суть этого заключена в простых словах возлюби ближнего твоего как самого себя вот наибольшая заповедь в законе и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране видео по ссылке видео по ссылке в описании и в описании и до новых видео по ссылкам ниже